Дорогие братья и сестры! Пошу садиться. Думаю, перед нами наш сегодня гость, которого не смысла представлять. Но я подолгу, как это и положено, вам представляю одного из виднейших богословов православия нашего времени, профессора Московской Духовной Академии Алексея Ильича Осикова. АПЛОДИСМЕНТЫ Чем дальше идёт время, тем больше люди любят сказки. Правда, сказки меняются. Были сказки очень интересные. Они связаны были с различными мифическими героями и сюжетами. Теперь сказки приобрели другой характер. Они стали носить характер политический, экономический, когда прогнозируют и предсказывают невероятные вещи. Политики обещают очень многое. И, как и бывает в сказках, на самом деле ничего не сбывается. Но это я просто так говорю. А говорю это потому, чтобы рассказать одну сказку. Потому что мы же современные люди, и, следовательно, мы любим тоже сказки. И вот я хочу рассказать сказку, которую сочинил маленький мальчик. Ему всего было, ну, 4, может быть, 5 лет. Но по сюжету сейчас, я думаю, мы сможем догадаться приблизительно о его возрасте. Сказка была такой. В лесу, говорит он, росло волшебное дерево. Ну, естественно, сказка же следует волшебное дерево. В дереве было дупло. В этом дупле очень хорошо, мирно, хозяйственно жили муравьи. Очень хорошо они жили. Но однажды это дупло заметила какая-то сова. И ей очень понравилось это дупло. Она прилетела, и одних муравьев выгнала, других съела. И сова посиделась там. И вдруг эта сова слышит где-то стук. Сова выглядывает направо, налево, никого нет. Спряталась, стук продолжается. Опять выглянула, опять никого нет. Она в полном недоумении. А оказывается, стучало-то это сердце у совы и говорила, «Зачем ты обидел этих муравьев? Зачем ты их поела? Что ты наделала?» И этот удивительный мальчишка делает следующее заключение. Сова была злая, а сердце-то у неё было доброе. Я вам скажу, это потрясающе. Это потрясающе просто. Если мы обратимся действительно к существу вот человека, каким он является, был и является, и будет являться, то мы действительно заметим в нём вот это потрясающее сочетание. С одной стороны, некое неистребимое стремление к справедливости, к правде, к любви, к истине, к добру. С другой стороны, только и делает человек то, от чего на голове волосы встаёт дыбом даже там, где их уже давно нет. Как правильно сказал один психолог, история человечества наполнена кровью, и она не имеет конца. Этот мальчишка, дети, они, хочу сказать, дети действительно это самое умное существо. Мы с возрастом, люди с возрастом, глупее. И подчас глупее им для того, что приходим к таким, создаём такие вещи, такие идеи, такие программы, что просто диву даёшься. А самое страшное в том, в том, что мы видим на нашем научно-техническом прогрессе, который дошёл до чего? Ну, уже до тех рубежей, когда встаёт вопрос вообще быть или не быть человечеством. Кстати, эту фразу, которую я произнёс, это написал в заглавии своей книги один из замечательных учёных нашего времени, Моисеев. Быть или не быть человечеством. Но оставим сейчас научные прогнозы. Хочу сказать о другом. Что христианство говорит о человеке? Ведь детская душа – это действительно святая душа. И она чувствует, и часто выражается своим языком, то, что мы не можем даже сказать и выразить, и понять, поскольку огрубели мы, зачерствели мы, свою совесть мы непрерывно как сжигаем и губим. Ведь что сказал этот мальчишка, что он выразил? С одной стороны, в человеке действительно есть святой образ Божий. Но посмотрите, что мы делаем, как мы осуществляем вот те задатки добра в своей жизни. Мы встречаемся в одном человеке с двумя. На церковном языке, или даже, если хотите, на евангельском языке, на языке Нового Завета, это разделение человека на два человека, выраженного апостолу Павла словами такими. Новый человек, когда он хочет сказать о том добром начале, который в нём происходит. Он так и называет его новый человек. И в то же время говорит и о другом человеке, который называется ветхим. Ветхий, то есть старый. Ветхий, то есть изношенный. Ветхий, то есть тот, который придётся сбросить и надо сбросить. Ну, кто это сейчас пойдёт куда-нибудь, знаете, одевшись, одев на себя не знаю, что. Всё-таки стараются как-то одеться, чтобы это было прилично и нормально. Говорят, ветхий человек. Что подразумевается под ветхим человеком? Апостол Павел и само Евангелие всюду говорит о том, что то, что хорошо выразил поэт. Ах, две души живут в груди моей и рвутся в роте и жаждут разделения. Апостол Павел об этом пишет вообще замечательно и говорит. Я делаю, к сожалению, естественно, не то, что хочу, не то, о чём мне говорит мой ум и даже моя совесть, а то, что не хочу, то, что я ненавижу, ненавижу своим убеждением. Это, оказывается, я делаю. Таким образом, мы оказываемся, если внимательно посмотреть на человека, то, так сказать, перед двумя системами ценностей. Сейчас это слово очень часто произносится – ценности. Говорим о ценностях мирских, с другой стороны, когда мы соприкасаемся с церковной сферой жизни, то мы произносим слова ценности духовные, ценности христианские. В отношении, наверное, мирских ценностей здесь проблемы никакой нет. Всё более-менее понятно. Что такое мирские ценности? Один из преподобных святых, Авва Дорофей, выразил это очень кратко, сильно и до того точно, что точнее просто и не скажешь даже. Хотя ничего нового он не сказал по сравнению с тем, о чём говорит Евангелие. Эти ценности он назвал сластолюбие, сребролюбие, славолюбие. В Евангелии эти ценности показаны другим способом. Когда Христос перед, посмотрите, перед выходом на проповедь, это Христос, это Богочеловек, перед выходом на проповедь, ушёл в пустыню, безлюдные места, на гору, и там 40 дней пребывал ничем, без всякой пищи. Ух, как готовились! Вы подумайте, как готовились! И вообще, это же он не единственный. Вы не думаете, что только он один это провёл 40 дней пустыни в таком посте и других мы находим, другие примеры, какой ответственность относились, когда выходили к людям, чтобы сказать им от имени Бога, а не от себя. Да не будет так! Не будем от себя! Мы должны передавать то, что является действительно истинной, засвидетельствованной не кем-нибудь, а святым опытом людей, божественным глаголом. И когда они выходили, как готовились к этому. Так вот, там, в пустыне, помните, кто читал Евангелие, помнит, после 40 дней-то взалкал Иисус. Ну, конечно, голод, естественно, охватил ему 40 дней. Ой, как это сложно! И помните, что произошло? Дьявол приступил к нему. Вообще, это очень интересный момент. Сам по себе дьявол приступил к нему и предложил ему. Сделал три предложения. Предложения, которые по своей психологической силе и по духовной значимости потрясающе глубоки, точны и великолепно выражают всё существо того, чем, к великому сожалению, живёт человечество. Первое и главное. «Если ты, Сын Божий, сделай, чтобы эти камни стали хлебами». О чём думает человечество? Разве не об этом? Разве не экономический прогресс нас больше всего интересует? Посмотрите, до чего сейчас дело дошло. И идёт всё глубже, идёт с этого гнилого запада. «Деньги, а не совесть. Деньги, а не вера в Бога. Деньги, а не честность. Деньги, а не любовь». Всё ставится на эту карту. Это грязь. И к нам идёт сейчас, в Россию. И нас пытаются заразить этой гадостью, когда деньги ставятся в основу всего. Главный принцип жизни, главный принцип деятельности, основной стимул, ради чего начинает человек жить. Не правда, не истина, а деньги. Для чего они нужны? Чтобы камни превратить в хлебы. Изобилие. Вспомните, что происходило, когда римский император выезжал, или выносили его на улице Рима, что кричал народ? «Панам эццерцензас!» «Хлеба и зрелищ!» О, вот всё, что надо. Оставьте ли все прочее. «Хлеба и зрелищ!» Что такое хлеба? Насыщение. Зрелищ. Развлечение. И обратите внимание, во что сейчас превращается, я бы сказал, превращается, да. И что буквально улучшается? Это погоня за зрелищами. Все эти игры, ведь этот спорт, вы посмотрите, кажется, могли быть хорошие вещи, для детей вполне разумные, детям надо развлекаться. Но уже нет, взрослые люди, профессионалы. Но посмотрите, как оплачивают. Ну-ка, кто сравнится с каким футболистом? Даже не звездой. Это как поднимается! Это же нарычито поднимается! Бедный врач, который не знает, хирург, который копается в человеческом теле, Боже мой! Какой труд несут! Педагоги! Сколько нервов! И что получает? И футболист. Десятки миллионов. Правда? Как здорово! Медряется развлечение. Развлечение становится буквально чуть ли не стержем современной жизни. Все брошено буквально на это. О, если бы такие средства были бы брошены на больницы! Ну, что вы! Больные оставьте! Что о них думать? Прямо буквально не больно вспоминаются слова Ницше. Это германский философ конца 19 века, который писал ничто иное, как следующее. Больной – это паразит общества. Он же ничего не производит, но потребляет. «Слышите, психология какая!» Итак, первое, первое, пока чем живет, вот ценности, ценности мирские, камни превратить в хлеб. Изобилие! Изобилие! Подумайте, какой идеал! Ведь, причем, именно изобилие, не то, что потребно человеку. Нет-нет, не об этом идет речь, не о достатке, а об изобилии идет речь. Один из современных авторов американских, некий Хилл, написал целую работу, причем работа, которая произвела фурор в Америке. Речь шла о чем? Он, кратко, идея всей книги была такова. «Ты никогда не станешь богатым, если не доведешь страсть к деньгам до кипения». Ох, как точно, как великолепно! Он выразил основную направленность, направленность в современной психологии человека. Это какой ужас! Страсть до кипения, иначе ты не станешь богатым. Кстати, эта его книга, ну, лет 10 уже тому назад, наверное, была издана миллионными тиражами. Более 40 изданий, о чем это говорит. То есть раскупали эту книгу, расхватывали эту книгу, все ждали, как это стать богатым. Бог! Вот он, Бог! Один из богов этого ветхого человека, это вот того человека, который живет этой поверхностью, этой жизни. Вот та сама, которая была злой. И действительно, человек, который ценностью, основной ценностью ставит именно это, вы знаете, в кого он превращается? Если у него только хлеб и зрелищ, если это ему боги, во что он превращается, приходится много раз приводить страшную проповедь господина Рокфеллера в воскресной школе, в которой он ученикам, этим подросткам, вот он молодежи, подрастающей только, вдруг заявляет, чтобы вырастить американскую розу во всем ее великолепии, красоте и аромате, нужно беспощадно обрезать все слабые ростки вокруг нее. И это закон природы и закон Божий, как точно он выразил, вот оно Божество, вот оно, что такое ветхий человек. При этом хочется обратить внимание, на что? Подумайте, какое безумие коренится здесь. Рокфеллер один из миллиардеров. И сколько их? Талантливейшие люди, талантливейшие люди действительно зарабатывают огромные средства, умеют, но подумайте, какое безумие коренится в самом истоке этого. Забыл бедный, что он живет под дамокловым мечом. Может быть, вы помните один из мифов древнегреческих, в котором говорится о том, как некий дамокл очень завидовал своему князю или царю, если хотите. Завидовал его власти, завидовал его богатству. и этот царь был очень умный. И однажды он устроил пир настоящий, пригласился узнать и посадил дамокла на свое царское место. А сам сел наряду с прочими. Но повесил над его головой на тонком волосе меч острым направленным прямо на него. Можно себе представить, когда дамокл увидел это, когда увидел это натянутый до предела этот волос, он сидит бедный, он смотрит туда-сюда, царь спрашивает, дамокла, ты что? Ты же сидишь на царском месте, все в твоей власти, я тебе всю даю власть, кроме одного. Над каждым из людей висит этот дамокл меч, и никто не знает, когда этот тонкий волос в какой момент оборвется. Неужели это трудно понять? Кажется, нет ничего проще, каждый день только мы слышим, как умирают люди, чем самые, даже самые умирают. Неужели трудно понять? Невозможно. И теперь представьте себе, много ума, кажется, нужно, чтобы понять. Да никакого почти. И тем не менее, тем не менее, идолом человека становится богатство. Вот оно первое, первая ценность, которая присуща этому миру, этому мирскому началу жизни, вот этой сове, которая поела муравьёв и разогнала их, чтобы самой царствовать в этом дупле. именно когда человек стремится безудержно именно к богатству, не к достатку, это естественно для человека. Так же, как естественно есть и пить, и спать, всё это естественно. Ничего предусмотрительного нет. Нет, к богатству. Тогда с чем это сопрягается? Беспощадно обрезать все слабые ростки вокруг. То есть, вы слышите, какие страсти ещё более глубокие начинают поражать тогда человеческую душу, какая жестокость, какая, если хотите, преступность, какая ненависть к людям, по существу, как одна страсть рождает другую. И это и в то же время говорит, о, о, талантливейший человек. Верно, талантливый. А ум где? Где же ум, голубчик? Ты сейчас, царь, и бог, через час ты прах, изъеденный червями. Вот он, весь ум. Действительно, так и написано апостолам, что мудрость мира мудрость этого мира безумия есть перед Богом, перед этим вечным смыслом человеческой жизни. Вот оно, первое искушение, которое Христос отверг с негодованием, как мы помним. Ну и следующее искушение, ой, какие интересные, тоже, тоже любопытные. Как написано в Евангелии, в мгновение времени дьявол показывает Христу все царства мира и говорит, все они мне преданы, и кому хочу, тому я даю. Ну, конечно, как всегда, он лжет. Помните, как Христос назвал его дьявол? Лжец и отец лжи. Но не важно, слышите? Искушение чем? Властью. Властью, о, Боже мой! Это настолько великое искушение, настолько оно страшное, и как часто оно поражает человеческое сознание, и как часто мы видим, вот, нормальный человек, кажется, подняли его на одну ступеньку, и его не узнать уже. Господи! Говорят, был человек, стал скотином. Он же не видит своих друзей, своих товарищей, он же не может с ними разговаривать по-человечески, он же сверху вниз, мелочь перед ним ползает. Вы подумайте, как часто, насколько человек падает, в чем? Действительно, в достоинстве вот той святыни, если хотите, той правды, той истины, той человечности, которую присуща образу Божию. Как со стороны это видно, когда человек начинает себя кем-то ставить? Все их иди чуть-чуть, осуждают, но перед ним кивают, и он бедный не видит, ум помрачается опять-таки. Опять помрачение ума. Власть, о, посмотрите, что во время выборов творится. Всюду, любое государство возьмите. До какой-то какой низости конкуренты начинают осуждать друг друга. Но как осуждать? Сколько лгут, сколько клевещат, сколько придумают, вскрывают, какие-то, знаете, чего только не делают. Подумайте, ради чего? Ради власти. гадко еще бы. Мирская ценность еще бы. О, стать тем-то, тем-то и тем-то. О, посмотрите, как людик к нему относится, каким он стал, и так далее. Мирская ценность. И опять, какая глупость. Во-первых, какая нечистота. Во-вторых, глупость-то какая, когда стремится человек к власти. И знаете, может человек стать у власти, но честно, порядочно, когда действительно избирают человека, когда его ставят силы его дарования, речь идет не об этом, а идет о страсти власти. Когда стремится, когда подминает под себя, совершает даже преступление. Мы же знаем, сколько бывает и убийств, и прочих всяких вещей. вот еще одна мирская ценность. Правда, еще есть третье искушение. Оно самое такое, на первый взгляд, даже и непонятное. Как вы помните, дьяволу позволяется взять Христа и поставить его на крыле храма на высоте. И что предлагает ему? Странные вещи. бросьте вниз. Ибо написано, если ты сын Божий, то ангелы понесут тебя на руках. И ты не приткнешься ногой своей оками, то есть не разобьешься. Интересное искушение. Оно показывает в данном случае, что насколько может извратиться психология человека, который подвержен, подвержен вот этим, если хотите, первым дум страстям. До какой степени может довести человека гордыня, что он начинает видеть себя чуть ли не Богом. А не удивляйтесь, вспомните культ Сталина. Знаете, что было в газетах? Газеты. На солнце есть пятна, а на Сталине их нет. Ну как? Правда? Недаром об Антихристе написано, что он сядет в храме Божьем, выдавая себя за Бога. Еще бы, не меньше. Гордыня окончательно ослепляет человека. И самая, может быть, это жуткая страсть, которая действительно является ничем иным, как одним из результатов или одним из последствий этих двух предыдущих. Это гордыня. Гордость самое ужасное, что может быть. Вот. Но этот человек, это звучит гордо. Помните? Откуда это? Горький человек, это звучит гордо. И сколько мы о гордости слышим? гордость, гордость, гордость. Забыли, насколько гордость унижает тебя, человек. Почему? Почему? Что такое гордость? Гордость, когда я вижу себя лучше других, лучше всех других. Все другие ниже меня. Вы слышите, какое пакостное чувство в человеке? Это такое ослепление, это уже такое безумие, ниже которого, кажется, некуда и падать. Вот они ценности мирские, которые хорошо выразил Авадрофей, назвав их славстволюбие, пусть камни станут хлебами, сребролюбие, то есть обладание богатством, все царства мира тебе отдам. Славолюбие – это гордыня, еще вы бросьте, ангелы понесут тебя. Какая слава-то будет, Боже мой, кто ты? Отвергнув все эти вещи, все эти искушения, Христос показал то начало в человеке, которое действительно убивает в нем высочайшее достоинство богоподобия. Христианство, Христос открыл нам совсем другие ценности. Вот об этом, может быть, мы немножечко поговорим. Какие ценности открыло христианство? Потому что очень часто мы слышим духовные ценности, христианские ценности, церковные ценности, и звучит очень красиво, неправильно? А что это такое? А, что за ценности? О чем идет речь? Сегодня был праздник в честь иконы Божьей Матери Табынской. Христианство? как раз сегодня там были. Владыка Митрополит служил, Климент, который приехал из Москвы, и прочее. Ваш Владыка тоже самое, и все другие. В честь Божьей Матери. Интересно, почему такая у нее слава? В чем дело, что за ценность она явила миру, что такое почитание? Некоторые думают, очень просто и очень, простите, я скажу, примитивно, ну, потому что она родила Иисуса Христа, Бога-человека. Да нет же! Она потому родила, стала матерью, что в ней была какая-то ценность. Это уже следствие, а в ней это какая ценность? Это, видимо, ценность и явилась причиной того, что она была избрана из всего человеческого рода стать вот той единственной, которая смогла стать матерью Бога-человека. Вот, видишь, могла стать. Странно, что такое? Разве не каждая женщина может стать? Ну, не каждая девушка, пожалуйста, хотите? В чем дело? посмотрите, как часто, как часто у женщины сын-очень вдруг поднялся, вдруг он стал тем-то, тем-то и тем-то. Посмотрите на мамашу часто, как она меняется. Была простой женщиной, а тут уже не фут, а зюма. но если даже она внешне не меняется, то она сама чувствует, кем она является. Обратите внимание, что вот эта внешняя сторона, этот ветхий человек, он живет во всех есть людях, во всех без учения. Более того, как говорит церковное учение, все страсти до единой присутствуют в каждом из нас, в каждом до единого человека. Правда, проявляются по-разному, действуют с разной силой, но есть у всех. Поэтому церковь говорит, что одно из самых великих благ в духовной жизни человека – это является увидеть их в себе. действительно великим постом, как сегодня мы слышали, Владыка говорил, да, читается молитва Ефрема Сирена, дару ими зрите моя прегрешение. Кажется, что тут зреть? Ну, не знаю я. Ну, какие у меня грехи? Ну, назову, ну, пять, ну, десять. А если хотите, напишу вот такую целую коз, приду и батюшке зачитаю. Отчитаюсь в проделанных грехах. Не об этом идет речь. Это слишком элементарно. Увидеть себя грешником совсем не так просто. Я вижу свои грехи, но грешников я себя не очень-то считаю. Я все-таки хороший человек, понимаете? Ну, грехи есть, а у кого их нет, скажите? У всех есть. Есть? Ну, есть. Но я чувствую, насколько я хороший. я хороший уцелитель. И по существу меня нечего спасать. Ну, грехи это Господь упростит, и все. Ну, грех что такое? Ну, совершил грех, ну, простил. Ну, обидел я человека, попросил прощения. Примирились, все в порядке. Так и Господу Богу тоже. Ну, согрешил я что-то, согрешил. Ну, нагрешил. Прости меня, простил. И все в порядке. Потому что на самом-то деле я хороший. Церковь совсем о другом говорит. Она говорит, что мы находимся в таком состоянии, в таком состоянии, в духовном состоянии, которые содержат в себе вот эту всю совокупность, если хотите, страстей. Потому что дело-то вот в чем, что страстями являются те добрые свойства, те положительные свойства, с которыми был человек создан, но которые повредились. И сколько было добрых свойств, если какие, можем перечислить, столько расследований и страстей. Страсть – это поврежденные, добрые, добрые качества, присущие природе человека по существу. Увидеть это не так-то оказывается просто. Не случайно церковь с земными поклонами даже призывает людей молиться о том, чтобы немножко увидеть, что я грешный. А почему это важно? Если бы человек видел, что он грешный, в каком смысле опять грешный? Не просто случайно я что-то сделал, избавится от этого. Избавиться не могу. Я не могу не завидовать, я не могу не осуждать, я не могу не злиться. Подумайте только, я не могу даже не ненавидеть, я не могу не объедаться и ничего только нет, не могу. Не могу не тщеславиться, не могу. То есть пока я сплю, я, конечно, хороший. А как только в жизни что-то произошло, и мои... Вот они, они передо мной. Оказывается, вот что во мне живёт. И вот с этими-то вещами, оказывается, справиться я не могу. Убедиться в этом является одной из главнейших задач духовной жизни. Одна из великих ценностей, о которых говорит Церковь, называя это духовной ценностью – это, наконец, увидеть себя таким, каким я есть действительно на самом деле. На самом деле. Жизнь мне, правда, постоянно подсказывает это. С какой стороны меня не задеет, и тут же во мне вспыхивает. Та страсть другая, третья, десятая. Но к этому надо внимательно только отнестись, во-первых. И во-вторых, не оправдывать себя. А увидеть действительно, объективно посмотреть. Вот, оказывается, что во мне живёт-то. Совсем не то, о чём я мечтательно представляю себе. Первая важнейшая ценность, если хотите, – это увидеть себя, кто я есть, и через это видение смириться. Смириться в каком смысле? То есть осознать. И тогда я увидел, что я не могу действительно, не могу не завидовать обратиться к Богу. Господи, помоги мне! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!